Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим ловушку от 9-кратного чемпиона мира, международного грацмейстера из крымского города Евпатория Сергея Белошеева. Ловушка, возможно, в дебюте кол, который очень любят как начинающие шашисты, так и опытнейшие мастера. Дебют кол возникает после ходов CD4BA5 и белые ставят так называемый кол. То есть шашка белых при наличии шашки черных на поле А5 называется коловой. И белые и черные развивают свои сильные левые фланги. Например, FG5, BC3, GF6, AB2, GH4, BA3, HG7. Ну и в этой позиции белые обычно размениваются CB4 с равной игрой. Но в этой позиции возможен ловушечный ход AB4. Друзья, кстати, этот ход очень интересный и ведет к не шаблонной игре. Ну и в этой позиции есть две ловушки за белых. То есть черным нельзя играть, во-первых, FG5 из-за комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. То есть обратите внимание, что у черных ослаблено поле H8. Именно туда и будет проведен удар. Белые играют CD4, отдают две шашки. Затем еще одну. И форсировано прорываются в дамки. Выигрышем. Это первая комбинация. Также в этой позиции черным нельзя играть FE5. В этой позиции белые также проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Также видите, что здесь ослаблено дамочное поле H8. Кроме того, у черных есть так называемая решетчатость. То есть видите, между шашками G7 и E5 у черных, видите, свободные поля. Воспользовавшись этим обстоятельством, белые проводят комбинацию. Они играют CD4, приходится бить в эту сторону. Затем ED4, приходится бить сюда. Затем DE3, черные бьют. И затем белые играют CD6 и ED4. И прорываются в дамки. Черные вынуждены бить. Белые бьют и легко побеждают. Ну это эти ловушки, друзья, что называется подводная часть. Айсберга, вернее надводная. Здесь гораздо более сложная игра, возможно. Также в этой позиции возможны три хода. HG5, CD6 и CB6. Давайте рассмотрим ход HG5. После HG5 белые играют ED4. Ну и здесь черные могут сыграть CB6. То есть этот вариант возможен, допустим, вот в такой интерпретации. То есть черные могут сперва CB6 сыграть и после ED4 затем сыграть HG5. Ну и все сводится к этой позиции. И здесь в книге «Курс шашечных дебютов» гроссмейстера Виктора Литвиновича и мастера Николая Негры возможно такое продолжение. DE3. Черные размениваются. Грозят ходом BC5 отдать одну шашку и побить две шашки белых. Кажется, что поражение белых неминуемое, но на самом деле здесь есть красивая ничья. Белые неожиданно играют CB2. Ну и несмотря на то, что черные выигрывают две шашки, здесь еще им надо побить точно. То есть бой на D6 проигрывает. Так бить нельзя. То есть вот красным по мечу надо бить именно на B6. После хода боя на B6 белые проводят комбинацию. Отдаем одну шашку, затем еще две и прорываемся в дамки с ничейным окончанием. Также в этой позиции возможно интересное продолжение после хода FG5. Например, в партии международного гроссмейстера Евгения Кондраченко против шашиста Алымова далее в партии было GF4. Бой-бой. Черные играют Bc7. То есть видите, белые занимают центр, черные его окружают. Белые играют Fe5. И черные сыграли Ed6. Бой. И черным в этой позиции надо было побить вот таким образом. Белые бы отыграли шашку. Ну и ничья за черных в этой позиции еще возможна. Но черные переоценили свою позицию, подумали, что могут окружить центр белых и побили на F6. На самом деле здесь позиция черных уже плохая. Белые играют Bc5. И после хода Fe7 играют Hg3. Черные играют Hg5. Ну и с позиционной точки зрения у черных неплохая позиция. То есть идет окружение. Но они не учли комбинационных возможностей со стороны белых. Белые играют Fe3. И в партии далее было G6. Черные разгонялись назад. И белые провели красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за белых. То есть видите, друзья, опять у черных ослаблено поле D8 дамочное. Также есть так называемая решетчатость. И благодаря этим обстоятельствам белые проводят комбинацию. Они играют CD4. Затем Gd4. И делают тихий ход. Черные обязаны бить шашку C5. Белые прорываются в дамки. И снимают 4 единицы черных. С выигрышем. Именно так и было в партии международного гроссмейстера. Евгения Конзыченко против шашиста Алымова. Обратите внимание, что в этой позиции не был возможен ход G4. Здесь белые также проводят красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Комбинация под названием присоска или контур-удар. Белые играют ED6. Видите, друзья, сюда бить бесполезно, потому что белые сыграют EF4. Черные побьют. И белые прорвутся в дамки. Они грозят побить шашку F2. А дамку ставить черным бессмысленно, потому что она тут же попадает в петлю и погибает. Белые легко побеждают. А если бить в эту сторону за черных, тогда тоже постановка дамки ничего не дает, потому что она также тут ловится. И белые легко побеждают. Такая интересная партейка от международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. Друзья, давайте еще рассмотрим интересные варианты. Все-таки основной вариант ловушка от Сергея Белошева, возможно, при ходе HG5. Белые играют ED4. Ну и после хода CD6. Кстати, возможно, и обратный порядок ходов. То есть CD6, потом ED4 и HG5. Без разницы. И в этой позиции белые играют DE3. Теперь черные играют GH6 и белые играют GF4. Черные играют DC7. Белые играют HG3. Черные меняются. Равная позиция на самом деле, но белые здесь применяют неожиданную жертву. Отдают одну шашку и нападают сразу же на две. В партии черные растерялись и красиво проиграли. По слухам, черными играл также международный игросмейстер. Не буду говорить кто. Черные сыграли AB6 и белые побили две шашки. Черные играют HG5. Белые бьют. И черные бьют на поле А3. В этой позиции черных спасения уже нет. Но белые выиграли очень красиво. Они сыграли DC5. Ну и после хода FE5 белые провели двойной размен. То есть план белых отдать шашку C5 на C7 и поставить дамку. Далее в партии было AB4, CD6, HG3. Белые отдают шашку. Ставят дамку и нападают сразу же на две шашки черных. Черные отходят и играют CD4. Кажется, что ничья неизбежна. Но белые здесь нашли очень красивый выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые неожиданно играют HG3. Или можно пойти еще дамкой на C7. Тоже такой ход возможен. Черным надо нападать. Белые щедро отдают шашку. Пропускают черных дамки. И затем еще жертвуют свою дамку. Аттракцион небывалой щедрости. Ну и после хода GF2 выясняется, что черным некуда ходить. Они проигрывают во всех вариантах. То есть возникает так называемая позиция. Например, F7, F3, ED6, ED4. И черные отдают одну шашку. А их шашки А3, B2 и дамка на А1 остаются в запертии. Белые очень красиво побеждают. В этой позиции был еще возможен ход Fe7. Но здесь он также проигрывает из-за хода Cd4. Черным надо меняться. Когда белые играют De5. Черным остается только заходить в люки. Белые также щедро жертвуют шашку. И прорываются в дамки на любой ход. Ставим дамку. Обрезаем черных по так называемой большой дороге. И легко побеждаем. Очень красивая ловушка. От девятикратного чемпиона мира Сергея Белошейва. Но друзья, хочу обратить внимание, что в этой позиции после жертвы у черных все-таки был выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти его. Выигрыш очень сложный. Сразу же предупреждаю, что для того, чтобы найти выигрыш, надо рассчитывать как гроссмейстер Цирик. То есть ходов на 15-20. Но если вы найдете его, друзья, без программы, то получите незабываемое эстетическое наслаждение. Черные выигрывают с помощью хода ЕД6. Снова присоска. Обратите внимание, что сюда бить бессмысленно. Потому что черные тогда побьют две шашки. И после жертвы вынужденной остаются с двумя лишними шашками. Легко побеждают. Поэтому в этой позиции белые вынуждены бить на поле Ф4. Тогда здесь черным снова найти очень тонкий и сложный ход. ФЖ5. Белые сопротивляются синийшим образом. То есть бьют именно на поле Ф6. Остальные бои проигрывают очень быстро. Черные бьют на Е7. Ну и в этой позиции белые играют либо ЖХ2, либо ЦД2. После хода ЖХ2 черным надо провести еще одну жертву. Отдаем шашку. И играем БЦ7. Черные грызят сыграть ЦБ6 и напасть сразу же на две шашки белых. Поэтому вот... Ну здесь белым надо сыграть ЖХ4. Зафиксировать шашку черных Д6. Ну и после нападения сыграть ЦБ2. Черные бьют одну, белые две. И черные бьют две шашки. Ход белых. Но им, видите, некуда ходить. То есть если белые поставят дамку сюда, она тут же ловится из-за так называемого шлагбаума. То есть, видите, белым мешает своя же шашка на поле Ф4. Белые здесь проигрывают. Если же белые ставят дамку на поле Д8, тогда черные тут же ловят ее таким образом. Если белые как-то пытаются отдать шашку, то снова, видите, сюда нельзя из-за того, что дамка попадается в петлю. И черные побеждают. А сюда ставить дамку нельзя снова из-за шлагбаума. То есть черные возвращают шашку, ставят так называемый шлагбаум на поле Ф4 и ловят дамку белых. Красивым выигрышем. Так, это, друзья, первый вариант. В этой позиции, кроме хода GH2, возможен еще ход CD2. Здесь уже выигрывает только ход именно FG7. Обратите внимание, что в этой позиции ход BC7 уже не выигрывает. Почему? Потому что белые играют DE3. Ну и видите, если черные играют СБ6, тогда белые закрываются. И на ход FG7 здесь побеждают даже белые. Они играют GH2 и черным некуда ходить. Остается только сдаться. В этой позиции еще была ничья, конечно, за черных. Можно было сыграть FG7. Но тогда белые проводят комбинацию. То есть отдаем две шашки. Играем GH2. И бьем именно на поле B8. Ну видите, белые грозят занять поле E5 своей дамкой. Поэтому здесь черные вынуждены сыграть или GF6, или EF6. Давайте рассмотрим вариант с ходом GF6. Тогда белые играют ED4. Но после хода B3 нападают. Бесполезно отходить, потому что белые сыграют Dc5. Но здесь черным не выиграть. Поэтому черные играют AB2. Жертвуют шашку и ставят дамку на поле C1. Надеюсь, следующим ходом зайти в любки. Положение белых безравдостное, но все-таки ничья есть. И она довольно-таки симпатичная. Можете также поставить видео на паузу и попытаться найти неожиданный маневр за белых спасающих. Играем Fe3. Видите, друзья, дамкой бить бесполезно, потому что белые зайдут в любки и даже выиграют эту позицию. Поэтому черные вынуждены бить шашкой. После размена возникает абсолютно равное окончание. Ничья. Но все-таки, друзья, в этой позиции после хода Cd2 все-таки черные очень красиво выигрывали. То есть нам было сыграть именно Fg7. Теперь, если белая игра от Gh2, то здесь уже позиция не сходится. То есть черные делают выжидательный ход Bc7 и белые вынуждены двигать свою шашку D2. Теперь черные нападают, белые закрываются. Так, прошу прощения, не нападают. Играем именно Gf6. Да, и после хода Ed4 здесь уже нападаем именно таким образом. Белые размениваются, черные также размениваются. Белые еще надеются на ничью. То есть хотят как-то раскрутить свой кулак, играют D5 и грозят следующим ходом Cd4 разменяться и позиция уравняется. Но черные здесь все предусмотрели. Они красиво жертвуют шашку и делают тихий ход Fe7. И выясняется, что позиция белых все-таки проиграна. Например, Gf4, Cb6. Черные напали сразу же на две шашки. Надо же отвлечь и играть Fe5. Белые сопротивляются. Bc5, Ef6, Cb4. Cd4. Здесь не надо размениваться, надо сыграть Аb2. Но после хода Fg7 ставим дамку на поле C1. Белые ставят дамку на поле H8 и черные играют дамкой на F4. И здесь выигрыш во всех вариантах. Окончание выигранное. Например, если белые играют дамкой на G7, черные нападают. Вы видите, если белые нападут на шашку B4, тогда черные заходят в люки и бьют сперва именно на поле B6, а затем на любой ход дамки белых снимают шашку F2 и возникает выигранное окончание. Как там выиграть, покажу через минуту. Довольно-таки легкий выигрыш. Если же белые в этой позиции отходят, допустим, на поле H8, играем на поле А3, белые играют D5 и черные грозят провести вторую дамку, затем отъесть шашки E5 и F2 и легко выиграть. Поэтому, ну, если белые, допустим, отходят сюда, тогда просто нападаем на две шашки, отдаем шашку B2 и так же возникает это выигранное окончание. Если же белые будут как-то по-другому играть, тогда черные снова отъедят вот эти шашки. Но давайте рассмотрим, как тут все-таки выиграть. То есть в этом окончании. Какой возможен выигрыш. Если белые будут просто бегать по большой дороге, тогда черные подводят свои шашки на поля B4, C5, затем подводят свою дамку на поле F4 и возникает, видите, двойная петля. То есть где бы дамка черных, белых, вернее, не находилась, она ловится. Например, FG7, отдаем одну шашку, затем еще две. Одна черная шашка побеждает одну шашку белых. Вот такой поучительный выигрыш. То есть кажется, что в этой позиции все-таки гроссмейстер Белошиев неминуемо проигрывал. Но, друзья, в этой позиции есть все-таки ничейный вариант. Не надо было жертвовать. Это все-таки ловушечный ход. Он проигрывает. То есть ход в данной позиции EF4 проигрывает. Гроссмейстер сыграл на ловушку и выиграл. Его расчет оправдался. Но на самом деле в этой позиции надо играть GH2. Ну и здесь возможны два варианта игры за черных. Если черные меняются GF4, тогда меняемся ходом Fe3. Ну и здесь все быстро заканчивается ничьей. Например, Vc7, GH4. Здесь за черных надо сделать точный ход ED6. Все остальное уже хуже. И зайти в любки. Такой необычный прием. Но здесь все-таки ничья. Белый играет DE5. Бой, бой, бой. Допустим, GF6, CB2, HG5. Ставим дамку на A1. Так. После GH6 черные сыграют дамкой на C3. Не хочется так играть, поэтому белые играют ED2. Грозят следующим ходом поймать дамку черной. Ну, черные отдают одну шашку и забирают две. С ничьей. Второй вариант возможен после хода ED6. Уже более сильное продолжение. Теперь у белых единственный ход DC5. Черным надо меняться. Здесь белым лучше всего разменяться ходом CD4. Ну, ничья есть и после ED4, но лучше разменяться CD4. после размена черные меняются на поле F4. У белых снова единственный ход на C3. Ну, и здесь уже возникает ничейное продолжение. Допустим, AB6. Белые размениваются. Надо играть DE7. Остальное уже проигрывает, потому что белые грозят провести дамку. Ну, и здесь можно за белых либо провести комбинацию ничейную вот такую с ничей либо разменяться на поле G3. Ну, и здесь также возникает ничья. То есть BC5 GH4 черные нападают на шашку, белые размениваются и обе стороны проходят дамки с ничьей. Теперь, друзья, давайте еще сделаем важное уточнение. То есть в позиции после HG5 ED4 здесь в книге «Курс шашечных дебютов» был указан вот такой вариант. То есть черные играют допустим G6, белые играют DE3. Ну, после хода CB6 так, прошу прощения, сразу же играем CB6 и после хода DE3 GH6 CB2 вот в этой позиции возможно интересное продолжение. То есть черные меняются вот таким образом, временно жертвуют шашку и затем грозят ее отыграть и у белых останется, видите, связка их левого фланга. Очень неприятная позиция. здесь возможны три варианта. В книге как раз указано, что ход G4 уже проигрывает из-за комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные бьют именно на поле E3, затем отдают одну шашку, пропускают белых дамки и за счет ослабленного поля белых C1 проводят комбинацию с легким выигрышем. Поэтому в этой позиции в книге курс шашечных дебютов предлагается вот такой вариант. Отдаем шашку и затем играем G4. Черные играют AB6 ну и здесь предлагается ход HG3. На самом деле он проигрывает. То есть в этой позиции единственная ничья возможна только вот в таком варианте. Черные размениваются и возникает очень неприятная позиция за белых. Ну как ни странно ничья еще есть. Например HG3 HG5 GF2 BC5 Fe3 напали закрылись. Черные меняются надо бить только в эту сторону другой бой проигрывает и черные прорываются грозят пройти в дамки. Положение белых безрадостное кажется что проигрыш не минуем но на самом деле здесь есть неожиданная ничья AB4 GH2 BC5 черные ставят дамку и белые закрываются. То есть грозят следующим ходом разменяться и достичь ничьей. Поэтому приходится нападать когда белые снова закрываются и черным надо нападать снова потому что белые грозили сыграть CB6 но в этой позиции все-таки белые достигают ничей. То есть отдают одну шашку и надо сыграть именно DE7 и все-таки ничья. Еще обратить ваше внимание что в этой позиции в книге рекомендовался ход HG3 он проигрывает. Например EF6 GH2 FE5 CD4 Другого варианта у белых нет. Черные бьют белые бьют. Здесь рекомендовались ходы DC5 и BA7 а на самом деле выигрывает ход BC5 то есть мне удалось найти этот вариант с помощью компьютерной программы TOSHA. Так какие ходы здесь возможны DC3 тогда здесь надо сделать очень тонкий и неожиданный ход DC7 только он ведет к победе. Ну здесь возможны два продолжения. После размены играем HG5 то есть грозим зайти в люпки ну здесь видите на ход ED2 заходим в люпки ну и здесь остаемся с лишней шашкой черные должны легко победить. Если же черные в этой позиции меняются то белые меняются таким образом тогда играем CD6 ну и черные побеждают за счет центра очень мощного. Далее возможно GH4 GF4 пожертвовали черные поставили дамку надо играть GH6 черные отдают шашку лишнюю и занимают большую дорогу. Белые еще пытаются как-то сопротивляться отдают две шашки пытаются прорваться в дамки но здесь даже окончания не будет то есть играем дамкой на D4 и шашка белых тут же ловится вернее возможная дамка на любой ход она тут же ловится вот такой незамысловатый выигрыш также выигрыш возможен после хода E D2 здесь надо за черных также сыграть очень тонко играем CB6 ну и после размена снова сыграем HG5 легко выиграем то есть на такой ход уже играем отдаем две шашки и забираем три с легким выигрышем то есть остается после CB6 играть только D E3 и здесь надо сделать вот такой неожиданный ход B C7 и связки складываются в пользу черных например CD4 AB4 D E5 не отдаем фрешку просто играем B C3 ну и после хода E F6 скромно играем B A5 и все возможные окончания здесь забил их проигранной выигрыш здесь довольно таки простой друзья а все таки в этой позиции давайте еще раз рассмотрим вот такая позиция после жертвы временной черных здесь мне удалось найти довольно таки простую ничью то есть белым проще всего сыграть F E7 именно таким образом но если белые черные побьют назад тогда сыграем B C5 у белых здесь даже приятнее позиция поэтому черным приходится бить вперед белые меняются таким образом и черные играют A B6 затем грозят сыграть B A7 и B C5 и выиграть шашку или связать левый фланг белых но здесь есть довольно таки форсированная ничья то есть тоже делюсь с вами это уже мой шлиф отдаем одну шашку забираем две и черные забирают две шашки белые остаются без шашки но здесь форсированная ничья то есть нападаем на шашку D6 надо отходить и ставим слагбаум видите то есть играем E D2 грозим следующим ходом поймать дамку черных на поле D4 и сыграть HG3 черные побьют и белые побьют на C5 чтобы этого не произошло черным приходится играть E F4 тогда белые разменивают две шашки и возникает ничейное окончание например HG5 нападаем на шашку черных сзади надо отходить и обрезаем шашку шашки черных от похода в дамки по двойнику то есть эта шашка не пройдет а эту шашку надежно держит шашка C1 окончание ничейное друзья если вам понравилось данное видео пожалуйста поставьте большой палец вверх поддержите мое творчество друзья подписывайтесь на канал пишите комментарии задавайте вопросы если что-либо не ясно отвечу на все вопросы до свидания и давайте воевать только на шахматной доске сзади